У семьи Авиловых, бабушки и двух внучек, праздник. Сегодня девочки отмечают новоселье и ждут званых гостей. Так сложилось, что дети остались без родителей. Нина Сергеевна, родная бабушка старшей девочки Кристины и ее сводной младшей сестры Алины, оформила над детьми опекунство. Раньше дети ютились в старой маленькой квартире. Теперь, благодаря помощи города, они будут жить совсем в других условиях. Сегодня мы находимся в семье Кристины и Алины в их однокомнатной квартире. Это одна из двух однокомнатных квартир, которые город выделял. Здесь была история, которая уже тянется несколько лет. У девочек непростая судьба, у них умерла мама, еще молодая. Одной девочке семь лет, другой двенадцать, и они остались без мамы. Их взяла бабушка, которая воспитывает, и жили они, в общем-то, такой проблемной семье на Советской 6, которую мы переселяли. Их бабушка Нина Сергеевна забрала к себе на Парковую 10, и там они жили в маленькой комнатке. Согласно закону, ребенку, оставшемуся без попечения родителей, квартира предоставляется московской областью по достижению совершеннолетия. До 2013 года обеспечение шло жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств бюджета Московской области. Но эти государственные полномочия осуществлялись органами местного самоуправления. С 2013 года изменился порядок и, в общем-то, законодательная база, где стало предоставление жилого помещения детям данной категории по договору специализированного найма. Собственность на жилье уже оформлено. Данная квартира принадлежит старшей девочке Кристине. Над ней, этажом выше, находится вторая однокомнатная квартира Алины. Мне 7 лет, я хожу на танцы. Я в первую школу хожу, гимназию. Я там хорошо учусь. Это уникальная ситуация, которая на территории Московской области в единичных случаях была произведена. Здесь детям предоставлено жилье по договорам социального найма. Пока девочки маленькие, они будут жить в одной квартире с бабушкой. Вторую квартиру запланировано сдавать по коммерческому найму, а денежные средства перечислять на счета детей. Вот такая уникальная ситуация. В то же время я благодарен всем. Во-первых, благодарен Нине Сергеевне, бабушке, которая заботится о этих девочках. Я благодарен администрации, которая работала в этом направлении опеки. Благодаря тому, что мы пошли, ну немножко, наверное, не совсем, как должны были по закону, а пошли, как чувствовало сердце. Есть такой прекрасный результат. И поэтому с удовольствием мы сегодня на новоселье у этих девочек. Я думаю, что у них все сложится. Да, конечно, сейчас они пока в трудной жизненной ситуации. Но я думаю, мы всем городом, всем миром, всеми службами будем помогать. Большое спасибо искренне от сердца, от всей души, что обеспечили девчонок жильем. Все свои силы вкладывает в воспитание девочек бабушка Нина Сергеевна. Кристина ходит в воскресную школу. Алина занимается танцами. Кроме того, девочки хорошо учатся в школе, а благодаря помощи города с уверенностью могут смотреть в будущее.